Привет всем любителям сада и огорода! В этом видео расскажу, как я поливаю петунию до всходов и после. Поливаю с помощью спринцовки. Это очень удобно. Можно дозировать и капать непосредственно на дрожжи и впоследствии, когда растения взойдут непосредственно на грунт, не попадая на листочки. Подписывайтесь и ставьте лайк. Видео стараюсь выкладывать регулярно. Подробно о посеве крупноцветковой петуни посмотрите мой ролик, как я сею крупноцветковую петунию. Кассеты с посевами у меня стоят в теплице и были накрыты прозрачной пленкой. По поводу сроков посевов крупноцветковой петуни хочу сказать следующее. С момента посева до момента бутонизирования у нее проходит 80-90 дней, но многое зависит от сорта и от условий, в которых она выращена. Я свою в этом году сеяла 4 февраля. Сеяла сорта, которые устойчивые к вытягиванию. Сеяла также микс кабояши, у которой гофрированный лепесток. Посмотрим по итогу действительно ли они устойчивы к вытягиванию и каких больше цветов из микса гофрированной получится. Напоминаю, чтобы всходы не вытягивались, нужно прозрачное укрытие посевов и досветка обязательно, если у вас растения находятся в помещении. Если досветки не будет, они просто будут тянуться к источнику света, например, к окну и будут тоненькими и слабыми. На второй день оболочка дрожжированная начала отрезкаться и семена начали проклевываться. Вы видите это. Это всходы уже на седьмой день. Как только взошла большая часть растений, пленочное укрытие я сняла. И на те дрожжированные оболочки, которые еще не проросли, я просто капаю непосредственно на них. Визуально грунт кажется влажным, но у нас предстоит яркий солнечный день, судя по всему, поэтому я поливаю. Не боюсь, что будет в переувлажненной, потом подсохнет. На одиннадцатый день появились настоящие листики. Температуру теперь можно опустить до 20 градусов, а ночью до 18. Но так как у нас в рассаднике печь дровяная, регулировать температуру довольно нелегко. Надеемся на солнечные деньки. Желаю вам успехов в выращивании петунии. Подписывайтесь и ставьте лайк. В дальнейшем буду делиться опытом с вами. Субтитры сделал DimaTorzok